Кукла Маша, кукла Даша. Теперь вот детишкам монстров подавай. На полках магазинов красуются куклы-страшилки. Потомство знаменитых ужастиков Франкенштейна, вампира Дракулы и медузы Гаргоны пришли на смену под надоевшим Барби и Кену. Мода нынче на диковинку. Ну вот эти тоже, как бы, неплохие, видите. Сами по себе оригинально. Что выбрать из ужасающего в буквальном смысле многообразия, Артём не знает. Но уверенно смотрит страху в глаза зубастым и заштопанным куклам. Я от дочери выбираю подарок на день рождения. Просит уже меня полгода, наверное, каждый день практически. У них модов в классе на эти куклы среди девочек. Просто кого лучше. Мода, как и красота, требует нет. Не жертв, а денег. Поселить такого монстра дома – удовольствие не из дешёвых. Но за всё хорошее и не очень нужно платить. Судя по ценникам, от двух тысяч до пяти. Наборы там шесть-семь тысяч даже есть. Не каждая семья может позволить таких кукол. Однако раскошелиться на такое игрушечное чудо Юда некоторые родители не готовы. И другим не советуют. Они у меня ассоциируются с ужасом каким-то. Возрастное ограничение, конечно же, нужно. Хотя бы лет до десяти, когда психика ребёнка ещё не сформирована. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...